Всем привет! Сегодня 17 ноября, Московская область. Я вам хочу показать цветы, которые буду выращивать в сезоне 2021. И в открытом грунте, конечно же, в кашпом. Вы видите, что это всего лишь пока черенки. Черенки фукси, пеларгоний, там же также фукси, крупнолистная гортензия и метельчатая гортензия. Итак, начну я с фукси. Для меня эти цветы новинка. Я в прошлом году выращивала три сорта. Два черенка приобретала с рук в Московской области. И один черенок покупала на ВДНХ. Это было примерно в конце февраля прошлого года. Мне удалось вырастить фуксию. У меня не возникло никаких с ней трудностей. В общем, мы с ней подружились. Хотя вот пишут везде, что фуксия капризна и в выращивании, и в уходе. Поэтому в этом году я приобрела еще шесть сортов. Плюс мои три. Теперь у меня девять сортов фукси. Я сейчас кратко хочу рассказать, какие купила новинки. Покупала здесь тоже в Московской области у коллекционера фукси. Конечно, фотографии будут новинок не мои. Я их взяла с интернета. А уже мои сорта прошлогодние. Это уже будут мои фотографии. Итак, первый сорт дисплей. Как видите, я его поставила на штамп. Это я чуть позже расскажу, как сделала. Это кустовая фуксия. Цветы у нее простые. Красно-розового. Это очень неприхотливый сорт. И еще тем более, ранее у него цветение. И он обильно цветущий. Череночки пришли хорошего качества. Я поставлю фотографию. Следующий сорт это Blue Angel. Это уже полуампель. Это фуксия крупноцветковая. Цвет у юбочки филетово-голубой. А сами чашелистики, они белые. При цветении вот она меняет свою окраску. И тоже довольно-таки неприхотливый сорт. Так, следующий сорт это Swing Time. Кто-то пишет, что это фуксия кустовая. Кто-то ампель. В общем, юбка у нее белая. С красными мазками. А чашелистики у нее красного цвета. И цветы у этого сорта махровые. Для каждого сорта я, конечно же, заказывала по одной штуке. И чтобы не потерять, то, конечно, у меня есть дубли. Чтобы не потерялся сорт, если что-то случится. Так, следующий сорт это Laura Belcati Rinaldi. Если я правильно прочитала. Так, это уже у нас полуампель. Цветы махровые, крупные. Юбка сиреневая с голубым. А чашелистики будут белыми. Тоже очень-очень красивая фуксия. Черенок отличный. Следующий сорт это Remembering Claire. Какая у него интересная листва. Очень-очень отличается от всех моих фуксий. Это уже ампель. С такими длинными розово-фиолетовыми цветами на вытянутой тубе. Очень обильный цветущий сорт. Мне понравился. Я именно хотела, чтобы фуксия хотя бы один сорт у меня был на такой цветочек на ножке. Следующий сорт это Watten Post. Как видите, я его поставила также на штамп. Многие пишут, что это ампель. Но встречается информация также, что это кустовая форма фуксии. Только у нее горизонтальный рост. Для меня это не важно. Цветочки небольшие. Юбка оранжево-алла. А чашелистики розово-белые. Очень красивая фуксия. Мне она понравилась. И следующие уже три сорта это сорта Маи, которые я выращивала в прошлом году. И фотографии буду прикладывать, соответственно, свои. Первый сорт это Кампанелла. Я сейчас вам показываю все фуксии, которые поставила на штамп. Но, конечно, у меня и есть фуксии обычные, которые я прищипываю. Тоже покажу. Итак, сорт Кампанелла. Это ампель. Юбка сиреневого цвета. И затем переходит уже в розовый цвет юбочка. И получается на одном кустике разные как будто цветы у вас растут. А чашелистики при этом у нее белые. Сам цветок очень простой, мелкий. И листья, как видите, у этой фуксии довольно-таки мелкие. Очень и очень неприхотливый сорт. Обильно цветущий. И что самое главное, она очень и очень рано зацветает. То есть 20 мая эта фуксия у меня уже зацвела. Хорошо разрастается. Замечательный сорт для тех, кто вот только начинает выращивать фуксию. Следующий сорт это Лени Эрвин. Также, как видите, он на штампе. Это уже полуампель. Цветок крупный, махровый. Юбка у него сиреневая. Потом она переходит в такой розовый цвет. А чашелистики белые. Очень быстро растет и очень обильно цветет. Тоже, кто начинает заниматься фуксиями. Отличный сорт для начинания. И следующий сорт. Я его покупала на ВДНХ. Я поставлю фотографию, как он называется. Потому что название такое сложное. Прочитайте уже, как на картинке. Я покупала на ВДНХ. Итак, это... У него цветок очень крупный. У этого сорта махровый. Красивый, невероятный. Это ампельный сорт. Тоже, видите, я его поставила на штамп. Юбка фиолетовая. С розовыми такими переливами. А чашелистики розовые. Но эта фуксия цветет позже. То есть она зацвела из всех сортов в самое позднее. То есть на 7 июля она только у меня зацвела. Вот черенок я ставила. Покупала в феврале месяце. Поздний цветущий сорт. Все. Это мои 9 сортов фуксии, которые я буду выращивать в следующем году. Деревца. Несколько деревц... Штамбов уйдет в открытый грунт. Несколько буду выращивать в кашпо. И также все остальные фуксии, уже обычные кустовые, которые я сейчас прищипываю, ампельные. Они у меня будут в кашпо. Возможно, и некоторые в открытом грунте. Теперь вкратце расскажу, как выращиваю, как ухаживаю за черенками. Значит, все черенки у меня находятся вот в таких поддонах. Здесь на дно поддона я укладываю мох. Мох служит у меня как такой водяной мат, можно так сказать, чтобы фуксии не пересыхали. И поливаю не только, конечно, фуксии, стаканчики, но и сам мох, чтобы мох этот, чтобы он был влажный. Если у меня засушилось растение, то они всегда подпитку найдут во мхе. В общем, вот так. Так, значит, свои черенки сейчас я вам покажу. Здесь у меня уже фуксии стоят, которые я уже прищипываю, и они будут у меня расти в своей обычной форме, то есть не на штамбе. Вот сорт, который я покупала на ВДНХ, он прищипывается постоянно, чтобы было обильное и красивое цветение. Сорт Кампанело тоже прищипывается, это фуксия мелкая, черенок выглядит мало. Все эти черенки, кроме покупных, я срезала 21 сентября. У меня где-то даже приклеена наклейка вот с этой стороны, не видно. Покупные черенки я приобретала 10 октября. Вот уже на 17 число черенки выглядят вот так. Постоянно прищипываю. Здесь так же, как и там, в первом поддоне у меня так же мох, я его поливаю. Все купленные черенки я дублирую. И те покупные фуксии, которые у меня стоят уже на штамп, конечно, я не прищипываю макушку, поэтому все, что выходит из пазух, вот эти пасынки, я их просто-напросто черенкую. Вот такие прямо макушечки. И буквально два дня назад я посадила этот сорт дисплей. А нет, не два дня назад, а 10-го, 10-го я поставила макушечки. Смотрите, они видно, что уже прижились и все замечательно. Вот тоже сорт, который куплен в ДНХ, прищипывается. Прищипываю я в основном после второй пары листьев. А ампель я вообще стараюсь прищипывать чем чаще, тем лучше. Вот он, ампель, это сорт. Я, видите, его прямо у самой земли начинала прищипывать, чтобы он не создал мне одну большую толстую ногу, и от него отходили побеги. Хочу, чтобы побеги шли практически от самой земли. Так, уход за свои водные маты я вам сказала. Дальше. При черенковании я фуксии просто срезала черенок и сразу сажала уже в стаканчики. Стаканчики именно вот такого объема. Я не знаю, какой это объем. Это стаканчики одноразовые для кофе продают. По-моему, они, наверное, 150 грамм или 200 грамм. Не знаю. Я сразу черенок высаживала именно сюда. Здесь у меня субстракт. Все знают, кто смотрит мой канал, я не пользуюсь минеральными удобрениями вообще. Поэтому здесь была заложена земля, то есть почва-смесь. Я ее составляла из торфа. Торф называется Агробалт. Это оранжево-желтого цвета упаковка, 250-литровая упаковка. Я ее покупаю. Она без минеральных удобрений. Это торф чистый. И я его смешиваю с биогумусом. 70-80% торфа и 20-30% биогумуса. Это я использую так для черенков, для укоренения черенков. Все. И сразу после срезки черенка я высаживаю в эту почву-смесь черенок. И все. Здесь обязательно отверстие. Стоят все черенки у меня под лампой, конечно же. Включаю в 7 утра и выключаю в 8 вечера. У меня здесь только полив по земле. И также каждый вечер я слегка простой водой сбрызгиваю растения. Вот и весь уход у меня за черенками фуксии. Но и не только здесь у меня фуксии. Сейчас расскажу дальше. Уже видно, что начинают выходить корешки. Я периодически смотрю корневую систему, как все выглядит. Сейчас можно здесь посмотреть. Я думаю, что через 2 недели, а здесь мы не увидим, потому что здесь на дно еще некоторым растениям, как эксперимент, на дно стаканчика я выкладывала мох. Чуть-чуть мха. Но это не на все растения, а на несколько. Просто посмотреть, как будет расти. Но если видно, здесь уже вот это все корни. Потому что мох только здесь внизу, а здесь уже корешки. Я думаю, что через 2 недели я буду пересаживать все фуксии, черенки фуксии, в объем пол-литра. Вот они, корешки. Я думаю, здесь видно. Вот как раз 2 недельки уже кольцо начинает потихоньку образовываться. Через 2 недели будет достаточно. Я пересажу эти фуксии и фуксии, которые я поставила на штамп. Теперь поближе посмотрим штампы. Итак, опыт-то выращивания фуксии из черенка у меня есть. Ну, на обычную его природную форму. Ну, а поставить фуксию на штамп я делаю в этом году первый раз. Скажите, зачем столько много деревьев и вообще фуксии? Скажу, что так. На штамп я ставлю не только себе, но меня попросила мама. И я ставлю с учетом, вдруг будет выпад. Чтобы у меня для меня что-то осталось. Потому что первый раз выращиваю, делаю, так сказать, запас. Итак, вот, допустим, поставила я сорт компанела. Этот черенок снят с моего растения. В виде опоры я использую бамбуковую палочку тонкую. И здесь завязки от колготок. Я их использую очень-очень уже давно. Но использую, подвязывая бирки к рассаде. Допустим, томатов при высадке. Потому что у меня сортов много. И чтобы зафиксировать сорта, я использую такие нитки с колготок. Точно так же я здесь использую и для фуксии. Чтобы формировать этот штамп. Очень мягкая завязка. Не передавливает стволик. Ну и удобно так же, если что-то не понравится, развязать. И будет все это очень просто и хорошо. Первую пару листьев или две пары листьев я уже убрала от земли. И дальше, просто по мере роста, я фиксирую штамп к этой бамбуковой палочке с помощью ниточки из колготок. Постепенно буду убирать нижние листики. Вот через недельку еще одну пару листьев вот эту уберу. То есть я листья не убираю быстро. Все, что растет в пазухах, хотела показать, буду показать пальцем. Вот, например, здесь выскочил отросток. Я его просто из пазух убираю, чтобы формировался штамп. Но здесь ничего мудреного нету. Убираешь все лишнее и все. И выводишь штамп на нужную тебе высоту. Я поговорила с девушкой, которая очень давно выращивает штампы. И коллекционер Фукси. Она сказала, что самый выгодный, самый легкий в уходе, в зимовке штамп, это 75 см, не выше. То есть за ним удобно ухаживать. Его не сбивает ветром. Особенно у нас в Московской области последние два года ураганные ветра. И такой штамп очень хорошо зимует. Вот 75 см. Я решила для себя, что больше 75 см я штамп выгонять не буду. Потому что я Фукси буду хранить в подвале. То есть у меня Фукси будут на зиму засыпать. Между прочим, все три сорта, которые я выращивала, они у меня ушли спать в подвал, в погреб. Вот. Как это будет, я не знаю. Поэтому и больше начеренковала Фукси. Я не знаю, как у меня переживут зимовку мои Фукси, которые в подвале. Потому что зимуют-то они тоже у меня в первый раз. Но посмотрим. Вот таким образом у меня растет штамп. Ну, я думаю, замечательно. Потому что, смотрите, все очень-очень ровненько. Все красиво. Потому что я не люблю, когда, если выращиваешь штамп, и он кривой, какой-то косой. Но это, я считаю, это не штамп. Все-таки стволик должен быть ровный и красивый. Здесь такой же уход у меня за деревцами. Стоят под лампами. Обычный полив. И деревца, сейчас покажу, я буду пересаживать. Когда у меня уже вот эта макушка дорастет вот до сюда. Я думаю, что через две недели это случится. И я буду пересаживать эти штампики в пол-литровый объем. И сейчас я вам покажу, что буду использовать в качестве опоры. Я приобрела вот такие бамбуковые палочки. Вот они. Ну, конечно, они в кадр сейчас не залезут. Здесь метр двадцать. Вот такая палочка бамбуковая. Хоть и говорят, что палочка потом тоже гниет бамбуковая и так далее. Но бамбук, он самый лучший. Я не хочу использовать пока. Вот на стадии выращивания использовать металлическую опору. Хочу дерево. Уже потом, когда будут пересаживаться в постоянное кашпо, в постоянный горшок, тогда я и подумаю о более крепкой опоре. Вот такие фоксии у меня будут на следующий год. И теперь я хочу вам показать, что у меня еще есть на следующий год. Я, как всегда, черенкую пеларгонии. Каждый год беру со своих маточников и делаю черенки. Зачеренковать пеларгонию здесь вообще много ума не надо и придумывать ничего не нужно. Срезаю черенки, подготавливаю почву. Пока лежат черенки, у меня заветриваются, подветриваются, или как сказать, в общем, срез я всегда подветриваю, чтобы он как бы запечатался пленкой. Пока они у меня лежат и отдыхают, я готовлю почвосмесь таким же образом, как и для черенков фоксии. Здесь биогумус домашний. Биогумус домашний я имею в виду... У меня есть червесторатели, которые производят биогумус. Вот я его использую вместе с торфом и высаживаю сюда черенки. Все. Вот так. У меня еще есть маточники. Они находятся на работе, просто на холодном окне, на светлом стоят. Никуда я пеларгонию не убираю, ничего с ней не делаю. Это у меня пеларгония. Это, конечно, не все черенки. Я еще буду черенковать весной. Это только часть. Также хочу вам показать еще несколько черенков. Здесь у меня еще крупнолистная гортензия. Это бесконечное лето или вечное лето, как оно там называется. В общем, сделала я три черенка. И смотрите, как они замечательно пошли. Вот здесь еще почка лезет. В общем, отлично. Почва смесь такая же, как и для черенков фуксии и пеларгонии. В такой же субстрат посажен и крупнолистная гортензия. Отлично она пошла. Вот все три черенка и они в водоне. Отлично черенкуется крупнолистная гортензия. Я зачеренковала. Почему? Потому что в этом году я купила крупнолистную гортензию. Бесконечное лето или вечное лето. Все время путаю это название. И чтобы не потерять этот сорт, потому что сорт настоящий. Я купила из холодильников, поэтому не хотела потерять его. Как он перезимует, я не знаю. У меня в открытый грунт я высадила эту гортензию. Поэтому для себя сделала три черенка и все три они прижились. Также я зачеренковала самарскую лидию. Делала тоже три черенка. Но вот у меня пока выжил только один. Еще один есть черенок, но почему-то сбросил все листья. Он там у меня в комнате стоит. И когда смотрю корневую систему, корни там есть белые. Вот видите, такие корешки уже в гортензии. Это самарская лидия. Корешки на том черенке есть, а верх весь осыпался. Но вообще гортензия метильчатая, это же листопадные растения. Не знаю, может быть, листья упали, но корни там еще живые, белые. Что очень интересно. Так, вообще самарскую лидию я тоже в этом году купила. Зачеренковала. Не знаю, как она там у меня в открытом грунте перезимует. Но на всякий случай сделала дубли. Вообще тоже черенковала, как я уже сказала, три растения. Хотела высадить свой маленький цветничок. Я вам его еще не показывала. Между прочим, если будет завтра хорошая погода, покажу, что я там еще натворила у себя на участке. Эти у меня две гортензии, самарская лидия, должны были пойти в посадку между туями. Вот, ну по итогу пока одно растение у меня осталось, прям такое, прям живое-живое, то под вопросом. И теперь, наверное, между туями у меня будут расти две розы. Ну посмотрим, что будет с черенками. Так, вот на данный момент это пока все цветы, которые у меня идут на сезон 2021. Я уже купила семена цветочков в некоторых, очень интересные цветы. Сниму для вас видео обзор по семенам. Покупала в проф. в каком-то магазине, сейчас не вспомню. В общем, обзор сделаю, тогда вам скажу, где покупала. Очень интересные цветы. Я люблю необычные цветы, поэтому приобрела семена. Посмотрим, что выйдет. И хотелось бы снять также видео о том, какие вообще цветы у меня будут в следующем году. Потому что на следующий год я буду отказываться от питуней, как бы мне это тяжело не было. Но следующий год я хочу провести без питуней вообще. Я уже себя недавно поймала на мысли, что, ну ладно, я посажу несколько кустиков питуней. Пускай три, но будут. Но нет, себе даю слово, что питуней у меня в следующем году не будет. Но это уже другая тема. Я покажу питуней, которую выращивала в прошлом году, какой у меня был сезон. Потому что мне не удалось снять видео обзор в этом году из-за нехватки времени. Ну, это будет уже другая тема. Ну, а пока это вот те растения, которые я сейчас выращиваю. Еще такой момент. Сказала, что выращиваю под лампами, полив и так далее. Фуксию нельзя не засушить, не тем более перелить. Я их держу при температуре плюс 18, это максимум. Бывает температура падает и плюс 15, было даже плюс 12 у меня. Потому что чем больше температура и мало света, тем, конечно, фуксия будет вытягиваться. Будут хиленькие стебельки, маленькие листики. Все это бледное будет, будет болеть. Еще такой важный момент. Прежде чем занести черенки, любые черенки с улицы, я однократно обработала препаратом Фуфанон Нова. Он от насекомых вредителей. Здесь ампула в 2 мл. Разбавляла на 1,5 литра воды и обрабатывала все растения, которые я заносила с улицы. Еще хочу приобрести в этом году, я уже заказала маленькую фасовку. Нужно будет съездить в Москву забрать. Заказала препарат Тепики. Пишут фуксиводы, что это самый лучший препарат от белокрылки. Я, слава богу, в прошлом году не встречалась с этим насекомым. У меня фуксии все были чистые. Белокрылку видела только на картинке. Но говорят, это самый лучший препарат. И хочу, чтобы он у меня тоже был. Потому что фуксии будет у меня в этом году еще больше. Если заведется такая напасть, как белокрылка, чтобы был у меня сразу под рукой этот препарат. Ну, все. Все, что хотела, рассказала. Пишите свои наблюдения. Пишите свой опыт. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok